Ветеран Северского трубного завода Сергей Смольников уже много лет дружит с работниками комплексного центра социального обслуживания населения. Состоит в обществе слабовидящих. Очень часто на их собрания приходят сотрудники центра. А сегодня сам пришел на день открытых дверей. Интересуется пунктом проката, где все можно взять в аренду бесплатно. Приходят сотрудники комплексного центра. Всегда нам помогают, дают информацию, даже концерты устраивают для нас. Вот сейчас конкретно 10 мая к нам пообещали, приедут. Я думаю, здесь леся песня. Это у них такой ансамбль есть. И мы очень рады, довольны ими. Уже второй год здесь проводится день открытых дверей для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Организует его комплексный центр совместно с Управлением социальной политики. Темы для разговоров всегда актуальны. Рассказывали о всех новинках, которые на сегодняшний день есть и в законодательстве, и уже в предоставлении услуг для этой категории граждан. И сегодня мы рассказали о том, что наш центр попал в проект, в новый пилотный проект, который реализуется на территории Свердловской области и Пермского края. Это создание соступной среды для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Общение проходит в форме диалога. Пришедшие на встречу предлагают свои идеи работникам социальной сферы. На входе сегодняшнего мероприятия мы получили толковые и значительные предложения от тех, кто нас посетил сегодня. Мы в ближайшее время намерены внести изменения в нашу деятельность, исправить и надеемся, что посещение нашего управления будет удобным. В Управлении социальной политики действует порядок обеспечения инвалидов-колясочников техническими средствами реабилитации. Средств достаточно. Есть возможность получить все необходимое бесплатно. Об этом также рассказывают участникам Дня открытых дверей. Инвалиду-колясочнику необходимо в жилом помещении какое-то обеспечение поручнями, значит, круговыми поручнями, там, туалет, ванную комнату нужно обеспечить этими средствами. И инвалиду нужно, можно даже просто к нам позвонить в Управление социальной политики. Мы выезжаем на дом, проводим обследование совместно со специалистом общества инвалидов, проводим, значит, обследуем жилое помещение, уже рекомендуем, какими техническими средствами можно оборудовать это жилое помещение. Представитель общества инвалидов города Полевского Ольга Ларионова отметила, что условия посещения центров для колясочников хорошие, но предлагают уделить внимание и другой категории полевчан с ограниченными возможностями здоровья. Всегда, почему-то, когда доступна себя, всегда говорят про колясочников. Ну, у нас же и слепые, и глухие, и не мы, да, разные категории, разные потребности. В частности, вот, они, конечно, все хорошо сделали, что у них есть отдельный вход для колясочников, кнопки, но для слабовидящих, например, я считаю, что там недостаточно. Работники социальной сферы стремятся к улучшению качества предоставляемых услуг. Благодаря таким встречам и совместному общению удается решать эту задачу эффективнее. Игорь Соколов, Сергей Чижов. Новости. Твой день.